Привет, Амигос! Я уже делал обзорное видео на Typhoon 2, когда мне только его подарили. Пытался эту машину более-менее похвалить, сказать, что она там деньги какие-то привозит. Но это будет не обзорное видео, это будет такой довесок к тому видео, где я уже, собственно, выложил всё, что у меня по поводу этой машины бомбануло. Теперь у меня есть чем сравнивать. Я купил сегодня себе MBT-70, благо снова один Амиго заслал мне плюшек в оркестр, видимо, активировав какой-то подарочный код. Я просто не силён в этой теме. Значит, ник этого человека Харман, Херман или Герман, не знаю как правильно, за что ему огромное-огромное спасибо. Так что теперь мне как бы есть чем сравнивать, да, потому что обе это премиум машины шестого левела. Только эту машину можно купить у поставщика за энную сумму золота, а вот эта машина к коллекционному изданию прикручена. То есть мне кажется, что машины прикручены к коллекционному изданию, они должны быть по умолчанию круче, чем машины, которые можно приобрести в игре. Потому что коллекционное издание, это даже звучит как-то круто, да, это выходит дороже, не всё, что входит в коллекционное издание, в общем-то, необходимо. Хотя пригодится и золото, и кредиты, и премиум аккаунт. Хотя вот если ты покупаешь премиум машину и премиум аккаунт, кредиты тебе не нужны, ты их нафармишь, то есть они, кредиты там прикручены к подарочному этому, к премиуму изданию, да, и за них, естественно, взяты деньги. Вот, но вопреки этой логике машина полное говно, то есть моя логика рухнула сразу же. Кстати, во-первых, пора бы её уже, господа разработчики, дорисовать, а сколько, сколько я должен смотреть на своей премиумной машине, да, из коллекционного издания, как у неё маска орудия просто входит, блядь, в текстуру вот этой вот нижней плиты. Там нету никакого-то перехода, ничего внятного, просто разработчик, видимо, ну, видимо, нету чертежей каких-то внятных фотографий этой машины, просто не знаю, как сделать, чтобы вот этот стык, стык маски орудия и нижней плиты его просто нету. Она просто входит в текстуру и выходит из неё. Есть ещё одна такая же машинка, похожая, давали на неё бонус-код. Мне бонус-код на неё достался после того, как я купил какой-то чехол для смартфона за 80 рублей на Алиэкспресс. Мне дали вот эту машину. Она американская, у неё очень классный УВН, у неё УВН очень классный настолько, что пушка нагибается вниз прямо сквозь текстуры вот здесь вот. Видно, что вот в этом углу. Я не буду просто на ней в бой заходить, чтобы вам её показать, потому что мне она неинтересна. Машина второго левела, коды просто самосвалами на неё вываливались в интернет рекламные. Но кто имеет эту машину, те наверняка заметили, что когда УВН на машине такой запилен в противовес советским танкам, у которого его тупо нету, что ствол опускается аж через текстуру танка. Вот так вот умеют американские машины здесь ствол опускать. Ну ладно, это уже придирки в анамас стайл. Я не об этом, а о том, что Тайфун должен вывозить из боя деньги. Я на форуме уже запиливал тему, можете поискать, найти, где я сказал, написал, вернее тему создал, что Тайфун 2 надо переводить на 5 левел. Да, можете ему чуть-чуть понерфить дамаг, пробитие, что угодно, но место ему на 5 левеле. С его здоровьем, потому что у него здоровье на 3 плюхи ровно, таких нормальных увесицах, да, там, ну вот видите, примерно на 6 уровне танки, я думаю, наносят около 500 дамага, 72 наносят больше, плюс коммунитивы, а в тур попадет вообще сразу беда. То есть машинка дохнет очень быстро, вот, и на бета-тесте, да, на закрытом, кто, многие пишут, что Тайфун, заебись, играл на нем на бета-тесте, просто классная машина. Так на бета-тесте она 5 уровня была, а в релиз она уже 6 пришла. Вот, в патче 0 каком-то 10, сейчас какой, 0.12, 0.11, не знаю, в позапрошлом патче, короче, машину апнули. Они посчитали, что машина говно, и надо апнуть, что и апнули, за то, что у нее, блядь, нету, за то, что машины нету башни, и апнули незаметность. Но апнули ее настолько ничтожно мало, что любые БМДшки, БМТшки, ББМки, они ее светят вообще нормально, как и светили там, разница вообще не говорила, незаметность, 0.30. Где-то я уже такую незаметность, похоже, увидел. Ну-ка, незаметность 0.36, блядь, точно, с первого раза угадал, где ее увидел. На любой, на практически на любой БМДшки, БМПшки. Вот, у свингача, по-моему, чуть побольше, да, 0.42, да, ну, то есть такая незаметность, она типа, вот машина считается незаметной, но все мы знаем, да, как эти машины прекрасно друг друга обнаружают. При этом, чем плохая эта машина, я уже тоже говорил, из-за того, что у нее нету башни, да, и карты в этой игре вообще не рассчитаны на машину, у которых нету башни. То есть БМП этой несчастной тачке приходится выезжать, поворачивать всем корпусом, да, это она делает быстро, он там, блядь, разброс. То есть она может выехать и выстрелить, прицелившись быстро, съебаться она уже не успевает, в нее уже плюха летит. Тактика одна, это кустодрочение, игра второй линии на этой машине не прокатывает, потому что у нее нету башни, она не может, блядь, выехать из-за спины, выстрелить и уехать быстренько, да, она выезжает, вся поворачивается, блядь, выстреливает, начинает съебывать, также поворачиваться полным корпусом, что-то давать заднюю, да, это все быстро, но все равно она успевает получить свой кумулятивный плюхень. Вот, поэтому машина чисто для любителей дергать свою пипиську где-нибудь в живописных кустиках на какой-нибудь природе, ну вот, мне сейчас нужны кредиты, блядь, мне надо, надо кредиты добывать, у меня премиум аккаунт есть, у меня все есть, но из-за того, что стоковые танки, блядь, приходится прокачивать в ПВЕ, ПВЕ это, кстати, великая разводка, да, там опыта вы получаете много, кредитов мало, рано или поздно вы столкнетесь с той проблемой, что вам не хватает кредитов на покупки техники, вам надо фармить. И вы купите премиум аккаунт, купите себе, премиум тачку купите себе, то есть такой разводняк, но вполне себе, вполне себе за это все равно надо сказать спасибо большому разработчику, потому что в отличие от картохи, они не выманивают с вас деньги за то, чтобы вы премиум опытом машину в топ прокачали, да, потому что у картохи боев ПВЕ нету, вы покупаете стоковый танк, вы ходите на нем в ПВП бои, там вам, естественно, устраивает гэнгбэнг такой, что Саше Грей за всю карьеру и не снилось, то просто рвут вам жопу, вы, блядь, рвете носи волосы, и на жопе рвете волосы, и везде, блядь, и сделать ничего не сможете, то есть вам говорят, ну, донать, покупать свободный опыт, прокачивать танк. Здесь вы можете прокачивать в ПВЕ, но уже потом купите, скорее всего, и премиум аккаунт, ну, это я уже кругами хожу, поэтому совет, когда будете строить базу здесь, а вы ее будете строить, не надо вестись вот на эту херню, да, станция слежения, стоимость премиум статуса понижать себе, да, вот это магнит для евреев такой, скажем так, она понизится, стоимость премиум аккаунта, но понизится она не настолько существенно, там, да, то есть пачка сухариков себе, блядь, сэкономите, если прокачаете вот эту хрень, прокачиваете вертолетную площадку, которая увеличивает на 5% добычу кредитов, в этой игре кредитов добывается очень много, да, здесь, большими цифрами, в отличие от картофана, игра апеллирует, от чего кажется, что она более щедрая, как бы, да, что более, более много опыта свободного за деньги переводится, больше опыта там, но здесь и, собственно, и задраны, и цены, соответственно, и количество опыта на прокачку, но из-за этих вот, апеллирует, а из-за того, что игра апеллирует большими суммами, да, вот эти 5% это вот в итоге вытекает в очень существенные вещи, там, допустим, да, ну, представьте, вот вы 200 тысяч кредитов за бой заработали, сколько 5% от этой суммы, возьмите калькулятор, посчитайте, потому что у меня с математикой херово, и вот я сижу, значит, сегодня зарабатываю себе, ну, сейчас, бля, правда, в ночное время, поэтому эти машины в топ попадают, будет не совсем корректно, наверное, сейчас видосы снимать, но просто думаю, что поверьте мне на слово, да, потому что те люди, которые подписаны на мой канал, знают, да, что, во-первых, мне не дали пресс-аккаунт, у меня нет повода вылизывать разработчикам этой игре задницу, да, я даже специально, можно сказать, ругался матом в начальных видео, да, чтобы подчеркнуть, что я с ними не сотрудничаю, я не устраиваю стримы, блин, с раздачей бонус-кодов там премиумных, хотя были такие предложения, вот, но я просто видел этих стримеров в рандоме, да, я сейчас немножко попиздобольствую, короче, вот, видел, как встречают этих стримеров в рандоме, им пишут, как бы, когда стрим, когда коды, бля, нахрен такие зрители нужны, когда меня в рандоме видят, мне пишут, привет, амиго, вот, у меня, правда, часто чат забанен, я отвечать не могу на сообщения, на эти вот, которые приходят тут лично, я тоже, если чат забанен в игре, то на личку я тоже ответить не могу, имейте в виду, ну, и при том, столько заявок и столько народу пишут, что некоторым просто физически не ответят, ну, вот, я, короче, отвлекаюсь, я, короче, фармлю себе кредиты, чтобы купить, купить XM1, потому что мне не хватает, да, я недавно купил себе Леопард АВ, ну, надо прокачивать мне всю технику, да, потому что мне надо делать на неё обзоры, блядь, вот, не хватает кредитов, чё я делаю, я беру свой, блядь, айфун 2 подарочный, начинаем, сука, фармить пытаться, блядь, вот, давайте посмотрим, вот, чё я там сегодня, нахрен, наофармил на этой, блядь, гейской машине, вот, на форуме, да, вы можете найти статьи, там, скриншоты от людей с ней ебаться, там, какой альфа-дамага, но это один, это люди из тех, которые недавно мне в комментах написал под видео про Т-80, что, типа, я играть на нём не умею, у меня, вот, блядь, средний дамаг 2400, это, и я вот чё-то спросил, он пишет, да я вообще с Респа не уезжаю, я на базе, блядь, в кустах стою и набиваю дамаг, красавец, ёпта мать, очень обожаю таких игроков, вы все их знаете, да, я думаю, вы их все ненавидите, потому что, блядь, когда команде нужна помощь, это тело стоит в кустах и ждёт, когда к нему приедут, чтобы оно дамаг нанесло, думаю, сделайте сами вывод о ориентации таких людей и прочих, вот, значит, первый бой, победа, затерянный остров, кое-как выцепил себе там урон, ну, видите, урон, блядь, 1400 дамага, это чё за урон, для машины шестого уровня, это хуйня полнейшая, да, вот, 222 тысячи денег мне, правда, дали за разведданные, хорошо, блядь, они обязательно всё закрывать, как бы, каждый раз, да, следующий бой, где этот тайфун, вот, взяли, закрыли, блядь, ну, ёпта мать, предгорье, опять победа, опять полторы тысячи дамага, ну, это я уже не сам себе светел, по чужому засвету стрелял, поэтому денег не дали всего 103 тысячи, вот, интересно, я поделился уже, как бы, премиумной суммой денег с кем-то или нет, дальше идёт, перед этим, сейчас я где-то, блядь, я пропустил, где-то, сука, угорел, заявки, заявки, да, я популярен, жалко, это не девочки, блядь, друзья добавляются, ёпта, так, на Акации пытался снять опыт предгорье, понятно, ладно, но это, сука, уже бомбануло, я вот уже МБТ купил, поэтому сейчас это видео снимаю по свежим впечатлениям, где-то я, блядь, насливался на тайфуне, победа, затерянный остров, Акация, сука, я, наверное, в игру перезаходил, короче, блядь, не сохранились эти бои, пиздатейшие на тайфуне, ну, вот, горячий песок, горячий песок, это карта, которую я, блядь, всеми фибрами, нахуй, ненавижу на тайфуне, это просто самая конченная карта, горящий песок, потому что на такой картик, да, на городских нехуй делать, на машине кустодрочерство, то есть там можно стрелять птурами с вот этой вот, блядь, дорожной магистрали, как и автострады, ну, все знают, где стоят БМДшки, птурами стреляют, у этой машины птуров нет, нихуя нет, тем более я еще с другого респа играл, там вообще встать негде на этой хуете, вот, и команды, причем, смотрите, я единственный был шестого левела, блядь, и что я вывез из этого боя, сто, сука, восемьдесят два дамага, я просто, высунулся, меня сразу разъебали, ну, высунулся со своей охуительной апнутой заметностью, да, этой машине, на этой машине, получил пиздюлей, короче, нихуя не вывез денег, горящий песок, да, значит, МБТ-70, смотрите, вот я купил, победа реактор, ну, это первый бой хуйня, тихая река, там, слился немножко, вот, горящий песок на МБТ-70, а, это, блядь, опять, Тайфун-2, горящий песок, два раза подряд выпал на этой машине, смотрите, уже лучше, урон 500, блядь, хуительно вообще, просто я рот топтал, как, блядь, такая мерзкая, вот, основная проблема этой игры, да, и Тайфуна, в том, что, блядь, в игре нету просто карт, ну, две, половина карт только, да, две из четырех, или сколько тут, пять карт, вот только две примерно пригодные, блядь, чтобы играть на них на Тайфуне, в остальных картах на нем просто нехер делать, просто вообще, вот, горящий песок, покажите мне кто-нибудь видео, блядь, как там играть на Тайфуне втором, я, бля, вододел, вас прошу, покажите мне видео, как, сука, играть на горящем песке на ебаном Тайфуне, разработчик, если ты смотришь это, сними мне видео, разработчики недавно выкладывали видео, как там танки из премиум издания, чтобы все показать, блядь, прорекламировать, угадайте, чего там не было, правильно, блядь, Тайфуна-2 там не было, его невозможно прорекламирую, потому что это, блядь, всё равно, что пушку в Запороже вставить, блядь, и в бой его выпустить, говнище, ебанное. Тайфун 2, так, вот, где горящий песок победа? А, вот, МБТ-70, горящий песок, та же карта, смотрите, МБТ-70, хуякс, 5000 дамага, блядь, 340 тысяч денег, ёпт твою мать, только потому, что у этой машины есть башня, и на ней там удобно играть, там точно такой же бой, я, блядь, единственная шестёрка, там какие-то четвёрки были, неважно, на Тайфуне тоже такой же бой был, а тоже единственная шестёрка в топе была, и вообще не могу, блядь, там на нём играть, он меня заёбывает, этот Тайфун, я его нахуй ненавижу, из-за карты горящий песок только, блядь, у меня бомбит. До этого на МБТ-70, чё там было? Ну, на Тихая река, блядь, там у меня команда, конечно, кинула, видите, разведанные 2 300, я танковал, блядь, пока чифтаны сзади стояли, это пиздец вообще, блядь, респектую, пацаны, вы огонь, неудивительно, что вы проебали, ну, вон, я медальку-то свою получил, сука, да что ж такое, это как неудобно, вот, и третий бой на МБТ сейчас покажу, я на нём всего три боя сыграл, я бои сейчас на нём снимать не буду, просто поверьте мне на слово, если хотите премиум танк себе купить, покупайте МБТ, не ошибётесь, он, блядь, просто деньги возит, как самосвал, дамаг накидывает так же, где первый бой? Купил, тут Тайфун со слива вышел, и, 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 опять дружба-дружба, блядь, победа реактора, вот первый бой вообще на этой машине, самый первый бой, 3 800 урона, разведанные, медаль сразу золотая, это я сразу, причём за один только бой, я сразу перки для экипажа получил, вот, то есть, вообще машина просто идеально херачит, ну, а сейчас, собственно, продолжу пиздеть про Тайфун, сейчас какой-нибудь бой будет, вообще нехотяй, надо графику понизить, потому что, блядь, картинка на Ютубе сыпется, я, короче, ладно, я не буду, не буду ничего говорить про разговоры там с какими-то должностными лицами, нехорошо будет, сейчас просто понижу и всё, о, блядь, как отлично, как классно кинуло, и в бой, к семёркам, к шестёркам, ну, пятёрки, правда, тоже есть, вот, и на карту горящий песок, вот только о ней говорил, молодцы, слушайте, совет разработчикам, кто-нибудь, пожалуйста, передайте, чтобы они ввели в игру отдельные настройки для своей прекрасной, отличной, вообще потрясающей травы, чтобы её можно было нахуй выключить, потому что она реально на видео сыпется в игре, в игре готов играть с травой, наслаждаться просадками фпс из-за неё, блядь, вот вообще мне похуй, но на видеозаписи, блядь, как она заебала портить картинку, это пиздец, уберите нахуй, вот у улиток есть настройка травы, у картохи есть, блядь, настройка травы, здесь, пожалуйста, сделайте тоже, у нас странный арнитер, так, вот, начинается, блядь, бой, да, ну, куда ехать на птшке на этой карте, ёп твою мать, ну, явно не в город, да, хули в город сделать на этой хуйне, я просто без мата, просили не ругаться, пацаны, не могу, вообще не могу, я вот, это как ехать, знаете, это как ехать по городу на жигулях, блин, я не видел ещё водителя, который бы ехал на шахе и получал от этого удовольствие, они все хуесосят всех вокруг, блядь, все неправильно ездят, быстрее едешь, пидарас, медленнее, мудак, блядь, в пробке там чё-то, кто перестроился, где-то все, бля, уроды, ёп твою мать, опять предложили, сука, цветовую схему на упрощённую сменить, они заебали уже, чё за херня, что Fallout, что здесь, а это из-за чего, из-за того, что оперативы не хватает, вот реально чё, 16 гигов оперативы уже не котируются, мне чё, 32 поставить, чтобы вы мне перестали игры сворачивать, ёп твою мать, чё за говнище, кто сталкивался с этим, блядь, с этой проблемой, просто напишите мне, чё с ней делать, она уже заебала мне, реально игра сворачивается, пишет, изменить цветовую схему на упрощённую, а то у меня она, блядь, сложная дохуя, может потом стоит, вот, Фокс проскочил, всё, это мой шанс дамаг накидать, возможно, единственный в этом бою шанс, разворачиваемся, машина еле-еле начинает разгоняться с горки, сходу Херакс, Фоксу попадаем, давай-давай, сейчас его, конечно, у меня скрысят, наверное, очень трудно, блядь, в машине, в режиме прицеливания, в режиме прицеливания, ну, это просто скилл со времён картохи, ковбойская стрельба на вскидку, в режиме прицеливания, машина не поворачивает за мышью, да, вот, корпусом, кстати, ввели очень классную функцию, полезную для единственной ПТшки в игре, это X нажимаете, да, и в режиме стрельбы от бедра, скажем так, машина перестаёт вращаться, вот, смотрите, видите, повернул, машина повернулась следом, нажимаю X, на машине появился замочек, она перестала поворачиваться, именно на эту же кнопку, именно эта же функция есть у картошки, ещё одну галочку себе поставить, и чем эта игра похожа на неё, то есть, то ли они так нагло там идеи подсматривают, то ли там как-то они связь какую-то поддерживают, чуть-чуть хотел добавить половую, но у меня это видео серьёзное, вот всё, место для, то место, где я мог играть на МБТ, заняли враги, да, что делать, на каком МБТ, на ПТшке на своей, вот, начинаю кидать дамаг по, сука, я думал, что здесь стоит, вообще-то, этот, Челленджер 1, смотрите, выстрел, блядь, два колеса ему вынес, но без дамага, я просто, я вот, вот, вот примерно вот так проходят все мои бои, блядь, на этой машине, на этой ебучей карте, потому что в машине нет башни, она не может высунуться, плюшку дать, и уехать, как бы, блядь, поэтому здесь на ней, вот только вот, если там на песке, вот, А1, Б2, вот что-нибудь там, блядь, занять, но хули оттуда делать на этой машине, опять же, ну просто нечего на ней делать, блядь, на этой карте я ненавижу, эту карту на меня заебало, блядь, и вы видите, да, я вот только что показывал, что это третий бой уже, причем третий бой, я даже больше скажу, это третий бой подряд, блядь, когда меня на тайфуне сюда кинуло, это нахуй издевательство же какое-то, вы можете машину не переводить на пятый левел, да, там, господа разработчики, просто уберите нахуй из рандома, вот эту карту, блядь, издор вкидало, для сравнения вам, блядь, скажу, а это еще и тупее, да, арта, кто дальнобойную арту вводит в горы, чтобы стрелять по соседнему дворику, блядь, просто уму непостижимо, вот, как я тут на МБТ, чего я тут сделал, да, ну я скриншот показал, видео, что-то я забываю, этот шэдоу в плей, включать шэдоу, но сейчас речь-то не об МБТ-70 идет, а тайфуне, сейчас это корыто, блядь, из боя выйдет, я еще один сниму, не хотел, не хотел ничего записывать на МБТ-70, пока тайфун выходит из боя, а мне надо фармить, да, нажал кнопку, блядь, в бой, сегодня просто, блядь, день горящего песка, у меня уже жопа горит, как меня часто кидают на горящий песок, но, блядь, на МБТ, хоть тут, сука, можно что-то попытаться, там, пободаться, да, побороться, я эту карту, в принципе, ненавижу на любом танке, потому что она, ну, настолько дебильно сделана, что она бы хорошо в картохе смотрела, здесь четкое разделение, да, на средние танки, на тяжелые танки, там, то есть тяжелые танки в горы, средние в объезд, тут нету средних танков, тут есть БТРки обосранные, обосранные с самими птурами, которые сейчас станут вот на С-34, и будут птурить, блядь, всю, сука, прострелить птурами, все позиции наши в городе, и это, блядь, заебывает ужасно, вот, смотрите, кто там уже, вон, пожалуйста, первый, второй, блядь, а, это все, вообще все БТРки, которые у них есть, а, БМДшка вторая, тоже там стоит, вон она, проявилась, то есть, это я озвучиваю реалтайм, я не после боя озвучиваю, я не занимаюсь этой хуйнёй, то есть, в будущем будут стримы, да, сейчас вот решу, тут пару проблем своих, вот, обязательно, думаю, что будут, вот, сможете проверить, как бы, что я не пиздобол, но, просто, да тут не такое вангование, тут так же, как в картошке, уже все давно эти места прохавали, и знаю, то есть, что я тут, бля, воёбаюсь, как будто я один знаю, кто где стоять будет, так, вот МБТ-ха стоит, получает в сраку, я даже кумулятивы не буду включать, я не люблю кумулятивами, стрелять, в принципе, в этой игре, они себя как-то подозрительно ведут, блядь, постоянно в какие-то экраны находят, куда без дамага попасть, бесит, сука, вот, я лучше, я предпочитаю надёжно бахнуть, всё-таки, подкалиберным, этим бобсом, блин, вот, чем кумулятивам, но, конечно, это дело не касается советских ОБТ, там это, бля, фишка, единственная фишка этих танков, там надо стрелять кумулятивами, хочешь, не хочешь, иначе вообще нет смысла играть на советских ОБТ, у них, блядь, ничего другого нет, они картонные, жизни мало, всё мало, блин, танк говнища, УВН нету, брони нет, ничего нет, поэтому кумулятивы с дамагом, с хорошим пробоем, который не распространяется абсолютно ни на какую активную броню на экраны, ни на что, вот, с хорошим пробоем, они, тем не менее, блядь, что-то поразительное, вот, и высоким дамагом, очень как у ПТУРа, да, я даже не знаю, зачем ПТУР на советском ОБТ нужен, если есть кумулятив, который охеренно точно так же дамажит, только летает быстрее, вот, и вот самое тупое говно на карте «Горячий песок», это вот этот вот режим, скажем так, встречный бой, когда база вот там как пупок, блядь, посередине, это просто пиздец, какое говнище, этот бой будет идти сейчас, блядь, сука, все 15 минут, ничего не будет происходить, потому что невозможно, все встали вот там, мы встали здесь, и все ждут, кто же первый начнет, начнет вылезать, да, кто первый начнет вылезать, тот начнет, блядь, первый въебывать, получится, будет ловить снаряды, сам нихуя не выстрелит, тут же загуслят, и от гэнгбэнят тут же, как Сашку Грей незабвенную, почему я упоминаю Сашу Грей, я так подумал, я просто других вообще не знаю, блядь, да и ее в основном по мемам узнал, вот, поэтому видео до конца это дописывать не буду, я потом вас покажу, просто, что набил за этот бой, если не стыдно будет, но карта эта в игре реально одна из самых худших, одна из самых, блядь, ебанищных, вообще ненавижу, если разработчик делает что-то похожего, остановись, не надо, спасибо, всем хватает и одного горящего песка, вы кстати можете в комментах, кто играет, написать какая карта, по вашему мнению, самая дерьмовая в этой игре, проведем небольшой опрос на эту тему, да, танк, сука, кончено, долго сводится, я поставил на него оборудование на точность, на сведение, но обязательно я таким образом ставил оборудование, чтобы в каждом присутствовал плюс к урону, поэтому плюс к урону у меня сейчас больше процентов 12, плюс дамага, вот, поэтому он у меня не так точно стреляет, но зато дамажит хорошо, там пару плюх кинул, денег заработал за бой, ну, в общем, понятно, да, сейчас бой будет унылый, поэтому выключаю запись, ну, вот, короче, понятно, победа там, ну, дамага 3000, это уже больше, чем я на Т-72А привозил, кстати, танк реально лучше, чем в 72А, почти первый по опыту был бы, Ролина, кстати, у меня фраг украла, или украл скорее даже, вот, и что на этой же самой карте, даже, по-моему, с этого же Респа, или я даже не помню уже с какого, что сделал Тайфун, блядь, накидал 1000 дамага и привез мне 80 тысяч денег, давайте откроем личное дело и прихуеем немножко со среднего дамага на Тайфуне, на Тайфуне, скажу, да, были чудеса, средний урон 1900, попадал в хорошие бои, на хорошие карты, ввозил 8 тысяч, там, ой, 8 фрагов, там, тысячи дамага, но это бывает довольно редко, вот, в основном, потому что Тайфун должен стоять и подрачивать в кустиках, да, поэтому процент побед 44, тут врагов уничтожено, ну, может, еще нормально, на МБТ у меня пока всего, ну, 4 боя, да, так, и за 4 боя у меня уже 300 дамага среднего, при том, что МБТ недавно нерфанули, да, вот, сравнить, я не думаю, что со временем статистика на МБТ у меня будет круто падать, по крайней мере, не на 1200, на 1000, не на полторы, практически полторы тысячи дамага среднего разина, но, я не про средний дамаг сейчас, да, не про процент побед, а о том, что Тайфун 2 мерзкая машина, хорошо, еще один шанс, хотел я, страстно хотел поснимать на Тайфуне, но, куда угадайте, кинуло опять меня, бля, после боя в ангаре покажу, что это, что это не монтаж никакой, что бои идут подряд, я бы и запись не останавливал, если бы эта игра не вылетала, а не критовала видеодрайвер, в случае включенного фпс счетчика, обратите внимание, в какой бой попал Тайфун, да, в какое говно он попал, опять, семерки, шестерки, пятерки, МБТ 70, да, у противника есть невезучий МБТ 70, он целых три, подряд, но я в предыдущем бою попал, я пока на МБТ 70, вообще еще к седьмым левелам не попадал, да, играю я в то же самое время сейчас, что и на Тайфуне, да, это ночь, неважно, ночь, дрожь, факт в том, что не попадаю, я почему-то на МБТ в такое говно, вот, на говеную карту попадаю, в говно не попадаю, вот, а на Тайфуне, вот, постоянно, стабильно меня таскает, чисто, вот, я очень редко на Тайфуне попадаю в бои к пятым левелам, я не знаю, почему они так прокляли эту машину, но очень редко я попадаю к пятеркам, вообще это, блять, просто праздновать можно каждый раз, когда меня кидают к пятым левелам, а к шестерке, семерки, это вот понятно, если вот семеркам не хватает, да, противников седьмого левела, и меня кидают всегда к ним, вот, постоянно, сейчас опять попытаюсь что-то, блять, изобразить, сука, здесь на Тайфуне 2, бля, буду стараться просто, не знаю, выдавливая из себя кал, пытаться, блять, найти себе место какое-то в этом бою, хотя, вот, блять, уже, сука, сотый раз тут, наверное, на Тайфуне играю, пока еще не нашел ничего подобного, вот, где стоят БМТшки, БМДшки, вы когда играете, запоминайте позиции, которые занимает ваша команда в тех или иных боях, в следующий раз эти позиции займет враг, когда вы будете на той стороне играть, поэтому это очень ценная информация, но не так сложно запомнить, это не стишок наизусть, который Мария Ивановна задала, блять, это игра, тут нагибать надо, поэтому мозг есть, память есть, запомните, опа, летит, но это не в меня летит, слава богу, это летит в того, кого запалили, у меня-то заметность, ого-го, меня не должны спалить, да, вот с Тингрой, наверное, видел, нет, там кусты ему мешают видеть, это кто-то с Дюной увидел, там тоже стоят, туда на песок, я вообще не знаю, зачем вот на этой карте сделал вот этот угол, блять, вот тот вот верхний левый угол на этой карте, он зачем, с кем оттуда можно воевать, это такой типа обходной, обходной уголок, с говном, да, но, вот этому, я сейчас въебу, конечно, в контрольную плюху, вот, но занимать то место, только для того, чтобы пострелять по дороге, дорога оттуда херово простреливается, херово просматривается, то есть, абсолютно беспонтово, и у нас зачем-то, вот я к чему это говорю, у нас зачем-то туда едут 72А и Т-80, они не во взводе, нет, они не во взводе, они просто два, два нашли друг друга, один из клана Мурка, клан блатных пацанов таких, а второй из WWL, что они туда едут делать, блять, когда база опять, вот этот режим дебильный, он опять выпал, смотрите, вот база в центре, да, ну правильно, мы эту карту освободили, то есть на сервере, мы ее снова и заняли, блять, отлично вообще, вот, и зачем-то вот едут, и я туда поеду, да, но у меня-то понятно, я заложник ситуации, у меня машина дерьмо, мне, блять, больше некуда на ней ехать, но на танки туда ехать, зачем, ну понятно, там, астрадальцы на этой карте, на этой карте, я так понимаю, многие не любят, не знают, что на ней делать, вообще, что не делать, вот, в этой конкретной игре, вот она в гармоничной, говорю, смотри, я бы на самом деле что-нибудь там другое, приличное там, более-менее, ну вот, начинает высовываться моя ПТ-ха, никого не видно, вон Брэдли, тоже не видно, чё, чё прицел включился, чё показывает мне, выстрелил, хера узнает, наверное, снаряд, сука, в кустах застрял, в ветке, блять, густые, не пролетел, наверное, потому что, блять, противник был у меня в прицеле, у меня ПТ, у меня бонус, блять, к точности должен быть, нихуя подумал, но не произошло, ещё разан, попали на этот раз, отлично, сейчас, значит, видать, дамага привезу, наверное, много-много, дамаг у машины хороший, пробой хороший, точность хорошая, всё хорошее, только, блять, левел плохой, и то, что башни нету, хуёвенько, а так всё, вообще, так машина просто молодец, очень классная, вот, не повезло ему, наконец-то, это, это мне повезло, что наша команда заняла, всё-таки, вот это место, которое она нахрен, никому не нужна, да, и враг не может с этим смириться, он высовывается, что-то пытается сделать, какие-то, блять, произвести удивительные манёвры, вот, если бы наша команда вот это всё не заняла, делать мне бы, конечно, мне бы тут было скучно, да, но стрелять, опять же, с дороги сюда, они бы за песочком прятались, высовывали какие-нибудь башни, там, слабо пробиваемые, там, и всё такое, то есть делать было бы не хрен, а сейчас 80-й давит, их там жмёт, можно даже будет выйти в тыл на этом танке, парадоксально, вообще у танка скорострельность хорошая, я вообще ему дамаг разогнал, да, потому что у него пробитие нормальное, если знаешь, куда целится, снаряды летают точно, я ему чисто всё на дамаг воткнул, но можете попробовать вариант на скорострельность, если соберёте модули, хотя я на вскидку только у Акации и знаю модуль на скорострельность и на сведение больше, я на скорострельность модулей, как оборудование, блядь, ну, модуль оборудования, как я уже пройдёте, сука, он остановился, вот, на вскидку я больше не помню, не знаю оборудование на скорострельность, то есть, а одно, единственное оборудование на скорострельность само по себе ничего этой машине не даст, то есть, разогнать скорострельность теоретически, я считаю, в этой игре невозможным, но можете попытаться, если денег не жалко, потому что, Блять, снимать, ставить оборудование Я прихуел, что миллион 150 тысяч Стоит поставить оборудование на танк Восьмого левела, точнее на арту У меня есть уже паладин Как только будет видос, как только Блин, я его в топ выведу, я на стоковой технике Не снимаю ничего, поэтому не надо кричать А, мы у тебя в ангаре видели Т-80 Где видос, ёпта, он будет, когда будет Большое спасибочке я сейчас админам За то, что замутили вот эту акцию Со стопроцентной добавкой К опыту, да, без сведения Машина стреляет так же дерьмово, как и все машины Которые стреляют без сведения Вот, двойной опыт на сутки Был очень полезен мне Пиздец Нет эффекта, ёпт твою мать Нижний лист МБТ называется Но у МБТ такая машина, что у неё только Низ нижнего листа пробивается, остальное не пробивается Вот Эль Кентавро Б1, который, он конечно Быстрее мне перезарядится, они одновременно Друг другого хлопали Ну, на ИТ Чё, ему похуй, это размен Всё, мы проиграли Две 200 дамага я кое-как сумел Высосать, блядь, из этой машины Старался как мог Сейчас, ну, вилять жопой смысла не было Ну, то есть, короче говоря Это, знаете, такая машина Как она, как Т-80 В принципе, на ней можно играть Можно нанести дамаг какой-то серьёзный Для этого вам придётся реально из-за лупы вылезти, блядь Я не знаю, просто Ну, надорваться, блядь, приходится Блядь, жопу надорвать Реально грыжу, блядь, себе до колен нахер высрать Чтобы реально на этой машине нормально сыграть Или есть такая машина, да, как MBT-70 Или вот аналог Т-80 Там какой-нибудь Абрамс, да, где Или там челленджер Ну, блядь, кому как Ну, в общем, ну, вы поняли, да Есть машины, на которых можно хорошо играть Но для этого надо надорваться, да Есть такие машины, на которых сидишь себе, блядь На втором мониторе смоешь видосики с Ютуба Так вяло поигрываешь И набиваешь тот же самый дамаг, да И тебя убить не могут ещё при этом Вот это разница в этой игре Так все машины хорошие, прекрасные Я согласен Просто одни намного лучше других И это отнюдь не от стиля игры зависит То есть говорят Это зависит, какой стиль в игре Ну, конечно, кустодрочер, блядь На любой технике на кустодрочет себе дамага больше Но победа в бою, как бы И концепция геймплея складывается из многих параметров Это не только нанесён к дамагу Надо светить, блядь, своей команде Если ты на БТР играешь Надо танковать, если ты танк хороший, непробиваемый Я знаете, сколько пидорасов уже видел на этих, блядь Челленджер 1, который в лоб не пробить Который прячется за картонной восьмидесяткой Да их дохуища просто Они заебали уже эти, блядь Геймеры от бога А потом они сидят мне в комментах Показывают, какой у них альфа-дамаг Охуенный средний на танке Да в жопу себе Вот если засуньте, блядь Бестолковые, ёб твою мать Каждая машина должна, блядь, заниматься своим делом в этой игре А не только, блядь, дамаги свои набивать Чтоб потом, блядь, скриншотиками всем тыкать, короче Вот И в этом плане, блядь, тайфун должен привозить деньги А он нихуя не привозит Обосраться просто надо, чтобы тайфун реально денег заработал Да, было такое, что 8 фрагов я за бой делал Это было 3 раза, наверное, на этой машине, блядь Скриншоты где-то у меня есть Я на свою страницу ВКонтакте выкладывал Можете посмотреть, ну реально Я чуть не прихуел от этого боя, что там У меня все потные, как будто я, блядь, шаттл НАСА, сука, на посадку завел А не 8 фрагов на этой машине сделал Она просто очень тяжелая Она тяжелая и очень скучная, блядь Потому что на ней надо стоять в кустах, просто стоять, дремать Короче, машина и унылое говно Если задумаете, надумаете потратить деньги на какую-то премтехнику в этой игре Это явно не тайфун И С покупкой МБТ-70, да, у меня есть еще танк 3-го левела Там после бета-теста подарочный Но он тоже хуйню привозит вместо денег Хоть ты там бой затащи, хоть дважды затащи Он там денег, по-моему, не особо добывает Ну добывает, конечно, для 3-го левела Отлично добывает Ну так вот не сравнится, конечно, с тачкой 6-го левела Я бы вообще продал сейчас нахер тайфун Показательно, да, чтобы завершить позитивным аккордом Всю эту тираду о том, какое говно машина Машина тайфун 2 Но, блядь, это же подарок от подписчика Да, и было бы с винством просто ее продать сейчас Поэтому я ее оставлю и буду надеяться, что когда-нибудь до разработчиков дойдешь Что что-то с этой машиной надо делать Потому что она просто пиздец, какое унылое говнище А вот то, что я сказал, блядь, по поводу карт горящий песок Считаем, раз, горящий песок, слив на тайфуне Два, горящий песок, победа МБТ-70 Три, горящий песок, слив на тайфуне, блядь Мотаем, мотаем Дружба, 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 дружба Ёб твою мать А, все, бои пропали Пиздец Ну, на начало видео мотните, короче А, вот, наверное, как А, нихуя Сейчас какой-нибудь фильтр включу Все победы А, да, пропали Походу пропали Или вот Ну-ка еще раз Раз, горящий песок Два Три Да, хуй, опять друзья пошли Ну, в начале видео я показывал До хера уже было этого горящего песка, короче Вот Короче, на этом видео заканчивается Кто-то смотрел Уж простите, было много мата Но я, когда мата совсем Совсем запредельно много Обычно пишу там в названии 18+, мне нравится Ну, не нравится, извините, ждите Когда я, блин, цензурного включу Когда буду там нахваливать Какой-нибудь тайничек Пока вот так вот Так что на этом все Пишите, что-нибудь жмите Адьос, амигас Пишите, что-нибудь